добрый день дорогие зрители и дорогие слушатели мы снова на крыльях подкаст и с нами влад хохойте который по моему не нуждается в представлении все кто любит национальную музыку все кто любит не только просто национальную музыку а современную национальную музыку осетинский поп с дегорским диалектом это все влад всем привет и мы сразу начнем я думаю что многие из вас знают влада но никто не знает предысторию влад как тебя затянуло в национальную музыку как ты ворвался точка отчета откуда идет точка отсчета я бы прям точку какую-то не не выделил потихоньку это шло наверно с того момента как я переехал в москву когда мне было 13 лет ну многие люди ты тоже жил в москве знаешь каково это находиться вдали от дома всегда тянет своим ты это как-то больше чувствуешь тянет корнями тогда наверно не осознавал именно короче это было неосознанно просто тянуло спустя время сколько вот уже в 22 года я уже получился там универе принял решение на какое-то время приехать сюда в осетию во владик и попал к ребятам в арт-пространство портал вот там я думаю началось увидел крутых талантливых ребят которые горят национальной идеи причем как-то осовременивают переусмысливают культуру мне это понравилось и вот понемногу я втянулся в процесс я небольшую предысторию расскажу потому что мы с владом знакомы по-моему я и сейчас мы пытались определить то ли с 2006 то ли с 2008 годов я помню когда мы ходили еще вот вся московская сетинская тусовка шла на ковен да вам вода ковене познакомить грандиозное событие 10 москвы и вот влад говорит о том что он ты осознаешь что тебя тянет то есть ты чувствуешь что тебя тянет к родному но ты не можешь это осознать и вот этот я обратил внимание это какой-то накопительный эффект бывает год как и вот какие-то ты фрустрируешь 2 год и фрустрируешь это накапливается накапливается и когда пять лет есть два варианта или этот процесс полностью ты его переживешь и все для тебя как бы ну ты его пережил это был этап жизни дальше ты будешь выстраивать жизнь московского горожанина или же эти фрустрации тебя будут вот ну душите тебе придется во что-то их изливать и вот ты попал хорошее место в портал да где вот была возможность как-то точнее тебе дают инструментарий чтобы вылить это все наружу и первое с чего началось я бы я почему-то думал что началось со стихов георгия малити но на самом деле все началось со стихов коста в принципе как он как с него и началось так и пошло что малити георгий что блажка гурджибете они вдохновлялись коста он заложил вот этот бандур с которого все и пошло у меня получилось так же я ну как и все кто учился в осетии стихи же проходили все в школе учили ну тогда не было интереса такого как-то не привели и как то вот такая среда была и так такое отношение к урокам осетинского многие меня сейчас поймут как это все происходило что просто учили там я тебя пойму до никакого именно интереса внутреннего во мне это не ничего не зажгло и соответственно я не задумывался о том что он писал о чем он писал когда он это писал какой в каком состоянии надо писал прошло время я уже повзрослел из сквозь призму опыта некого жизненного начал это смотреть попал в портал и это было кстати не в первый год портала ты старый портал попал и надо старый даже которые на горького центре у и нас музей сейчас мне попалась там книга кто-то принес книгу ирон фандер и кто-то принес свирель портал удивительное место там появлялись какие-то предметы музыкальные там инструменты книги мы которые были за люди да никто не знал как они там появляются просто кто-то принес исчез я говорю это кто принес это че не знаю вот здесь она лежит порталовская по ходу криворян взять на день-два да возьми я пришел домой взял книгу взял свирель я свирели начал что-то там надудил мелодию кует хотя не умел играть открыл первый попавшийся стих вуаля я просто за пять минут написал песню называется ажар спой это была первая песня ажар ма кушен ваттал зэгдер эйфа кушен омах урхай ажар ма чешган а ажар ма армам ашар ма кушен ой кушен омах урхай ажар ма ма хурахай ее Ажар, Ажар, Ажар аман махур хай, Адаман жахуша тарак, Ажар ракаман илхарак, Субтитры делал DimaTorzok 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 Нет, я помню года три, как вы из раза в раз перепевали, переделывали, вели работу над этими песнями. Я же это все видел из раза в раз. Нет, Диане что-то не нравилось, мне это не нравится звучание, мы сделали по-другому. Много интересного, как обычно, за кадром осталось. Люди видят результат уже, а что было до, много чего интересного, что привело к этому. Да, так что, дорогие молодые ребята, которые хотят исполнять музыку, и в частности остинскую музыку, не думайте, что это успех вот так произошел. Там года три шла обработка этой песни, перепевка, там несколько раз опускались руки, Влад как мотиватор там, давайте добивать это все. Я не сдавался, короче. Ну, я понимал, что, я понимал зерно, которое в нем есть, и что, чтобы его взрастить, нужно потрудиться. Просто там наши предки в горах жили, они руками трудились, все это делали. Ну, я образно говорю, в творчестве то же самое, многие думают, что творчество это... Данечка сталкивался, ты поешь, вот бы мне так, если бы я пел, как ты, а то, что типа я там занимался... Тоже первые шаги были тоже очень тяжелыми. Да, касаемо именно конкретно осетинского моего творчества, это 8 лет последние. Я помню, ты мне в году 2017, это или 17 или 18 год был, ты мне сказал, я хочу, чтобы осетинский язык зазвучал модно, чтобы осетинская музыка стала модной. Вот, я вот это помню, я, ну, ты так еще, как-то так самонадеянно даже было, я так сделаю, вот я вот хочу, я вот буду делать так. Вот, я на тот момент думаю, ну, парень ося много взял, много взял, но ничего, получилось. Я сам подумал, что-то, по-моему, погорячее. Не, ну, получилось, получилось. Но, помимо этого, что ты, очевидно, такой проект, который был настроен на популярную цель, да, такую, чтобы выстроить большую аудиторию, ты еще делаешь такие узкие проекты, да, то есть вот я помню, когда вы снимали клип около памятника Георгию Малити, исполняли песни, я вот несколько песен Георгию Малити исполнял, стихов, точнее, перепевал, да. Я, наверное, понимаю, не знаю, широкая аудитория такое воспринимает, но это же сложно все-таки. Что именно сложно? Ну, слушать Малити, если вот слушаться в его слова, это, это же не тема, есть песни о любви, они всегда отзываются в сердце. А у Георгия Малити же обращение к твоему национальному поживу? Я думаю, пока я национальные в таком масштабе не донес еще, я думаю, во многом дело в том, что я их еще не оформил как следует, как песня должна звучать, как она у меня в голове звучит. Началось, кстати, его именно песни в моем исполнении кто-то узнал с любовной тематики. Это песня «Зар». Да, да. Вот. Вот. И вот эта песня, кстати, мы ее записывали возле памяти. Вот она сильно зашла. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Остальные, ну, тоже, но не так. Но, честно говоря, я не сильно, пока чувствую, не могу где-то проследить. У меня нет уже пока еще загруженных где-то на площадках песен, чтобы смотреть, сколько прослушали, кто где. Вот пока вот этого понимания у меня нет. Но по ощущениям, в принципе, все песни зашли. Я еще старался, знаешь, как делать. Тоже не специально так получилось. То есть концерт, квартирник, такой формат. Мне близкий, где, ну, вот как мы с тобой сидим, без вот этой мишуры всякой. И ты рассказываешь. Вот, ну, насколько я знал, допустим, стих был написан в таком-то году. И он вот об этом, я вам там перевод могу почитать. И читаю там какой-нибудь. То есть просветительский некий формат. И тогда людям становилось интереснее. Особенно тем, кто языка не знает. На твои квартирники очень много неостим входит тоже. Да, последние три года, вот начиная с 20-го, вот когда вся эта суета началась, границы начали закрывать. Появилась внутренняя вот эта, внутренняя миграция. Многие стали приезжать во Владик. Я начал замечать. И уже начал спрашивать. Начало концерта происходило так. Так, добрый вечер. Ну, короче, здоровался и спрашивал, кто откуда. Минут пять. Оттуда, оттуда. Там, ну, со всей России, даже за границей бывали. Особенно последний раз на проспекте уличный концерт был. Там вообще со всех уголков просто кто-то по проспекту шел. И каждый из них унес частицу нашего осетинского с собой. И чему я был очень рад. И отмечали, и писали, и респектовали, и спрашивали. Интересовались. Ну, моя задача, на мой взгляд сейчас, опять же, что-то на себя много беру, конечно. Стараюсь, что взял, уже вывозить. Но моя задача больше поджечь огонь пытливости вот этой, чтобы человек заинтересовался и сам начал. Вот так оно происходит. Если меня кто-то, допустим, не сильно интересуется, я и не буду рассказывать. А когда я заинтересовал, меня еще, а ну, а ну, что там. И вот так вот. Я помню, у тебя вы с Дианой пели около площади, около мечети и гостиницы Владикавказ. Это было уже окончание лета, по-моему, лета позапрошлого года. И очень много людей собралось, местных и очень много туристов, потому что гостиница Владикавказ рядом. Я в какой-то момент, понятно, что, ну, все наши с тобой друзья, они подпевали. Я в какой-то момент понял, что туристы начинают подпевать. То есть, знаешь, как вот волна пошла такая. Ты уже понимаешь, что тут они в необычайном восторге были. И эти видео я потом, где только не встречал, а то, где вы пели, да? То есть, такое соучастие было в этом действии. Да. Кайф, я люблю такое. Потому что вот мы, допустим, делали те же кашты, когда делали уличные концерты. Я всегда старался, ну, мой уличный концерт, он, в принципе, подразумевает взаимодействие. Я стараюсь с ними что-то петь, я с ними общаюсь, ну, как по-свойски. Чтобы они не чувствовали себя зрителями или потребителями. Я вот это не люблю. Когда ты участвуешь, ты сразу сотворец всего происходящего здесь и сейчас. Каждый концерт — это что-то новое, каждый. За что я люблю, там, джаз, допустим, музыку. Хотя разную люблю. За то, что каждый раз там что-то новое импровизируешь. И ты не угадаешь вообще, что произойдет там. Ну, что угодно. Ребенок выскочил, балованный или такой. И ты можешь злиться, а можешь с ним повзаимодействовать и поиграться. Пьяный какой-нибудь мужик зашел, ты можешь вскипеть, испортить все, всем настроение. Потому что вот он такой зашел. А можешь это обыграть. Из всего этого получается некий перформанс. И из того, что ты изначально задумывал, если ты отпустил ситуацию, то может выйти намного лучше весь этот движ, нежели ты задумывал. Я помню, как моя дочка поучаствовала в этом перформансе. Я стою, смотрю, как вы поете. Вдруг обращаешься. Дочки нет, она барабаном. Дети особенно увлеченные. Кстати, мне нравится, что когда вы выступаете, дети выходят танцевать. Дети, да. Дети не обманишь. Они чувствуют, они знают. Я, кстати, вот такой отзыв про твои квартирники слушал. Точнее, мне рассказывали несколько человек. Что очень нравится, что это не концерт. Они говорят, я на месте бы Влада не писал бы, что это даже концерт или квартирник. Это что-то, такая очень органичная смесь концерта и стендапа. В какой-то степени. Да, да. Ты рассказываешь, потом поешь. Можешь неожиданно прерваться, что-то еще рассказать. Потом неожиданно начать петь. То есть, нет ощущения, что вот началось, песня сыграла, закончилась. Ты можешь отвлечься, взять телефон, посмотреть что-то. То есть, Влад говорит, постоянно в таком этом держишь, что ты ни на секунду отвлечься не можешь. Что там произойдет, да? История, да. То есть, ему этот формат очень прям заходит. Без каких-то четких границ, когда вот такое действие. Да, он тоже получился, знаешь, не... Я не продумывал, ага, какие бывают концерты, а как вот там. Я понимал, что есть квартирники. Я слово квартирник взял просто тупо из-за того, что это по атмосфере чем-то похоже. Такое неофициозное какое-то мероприятие, где вы просто сидите в спокойной обстановке. Я чуть-чуть дальше решил пойти, ну как по мне, немного оставить все-таки вот это расстояние между тобой и зрителем. Все-таки ты музыкант, ты артист, выступающий, но при этом ты отвечаешь за эту атмосферу и впускаешь. То есть, не так, что вот стена, все, я там рок-стар, а вы пришли на мой концерт и вот там стоите. Это другой формат совсем, он тоже имеет место быть, но... Но нам он не по душе. Да, наверное, из-за того, что я, во-первых, в Осетии, практически все знакомые бывают, по-любому кто-то из знакомых на концертах. И, наверное, из-за того, что я начинал когда-то играть на гитаре, когда мне было 16-17 лет, я вдохновлялся изначально творчеством. Там Тимура Муцураева, к примеру. Песни под гитару мы пели где угодно, вот. Фек, Дони, там сидим, играем. Все студенчество Москвы... Я думал раньше, что только Кавказская, ничего. Нет, нет, нет. Я много русских ребят знал, которые перепевали песни Муцураева и до сих пор в Ютубе перепевали. Поэтому я просто взял вот эту атмосферку, хотя, несмотря на то, что я потом начал слушать Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, и меня туда утянуло, я все-таки вернулся через 10 лет опять к такому формату, когда ты просто человек с гитарой, вот без этой мишуры всей. И это очень честный формат. Ты там не обманешь. Ты на виду. Очень сильно зависит от личности. Вот я такой человек. Я могу найти коннект с людьми, спокойно общаться, шутить там. И решил вот так сделать. Понятно, если это будет стадионный концерт, так не получится. Ну, хотя кто-то умудрялся, там, Freddie Mercury, он мог и шутить, и веселиться, и держать 80 тысяч человек как на ладони. Ну, возможно, он не смог бы в таком формате. Кто знает. Это сложно, но интересно. Нужно обладать некой такой душевностью, открытостью, чтобы... Не только душевностью, открытостью. Надо обладать каким-то бэкграундом. Я вот хочу про этот бэкграунд немного поговорить. Не только музыкальным, нет. Вот ты же не можешь... Ты должен черпать из чего-то силы, у тебя должны быть какие-то мотивы. Вот ты же не только как музыкант, ты как свободный художник. Потому что для тех, кто не в курсе, Влад участвовал вот в этой экспедиции свободных художников на велосипедах в Турцию. То есть это же тоже какой-то определенный формат мышления. Вот сказать, поехали на велосипедах в Турцию по Остинским селам. Да. Формат мышления плюс то, что еще и дальше переформатировало мою жизнь. Да. Возможно, твое творчество сейчас было бы абсолютно другим, если бы не та история. А как из разговоров с тобой знаю, эта история на тебя повлияла колоссально. Это невозможно. Это так. Это сто пудов это повлияло. И без этого уже эту историю не вычленить из цепи событий, которые происходили в моей жизни. Ну вот расскажи. И как? Вот хотя бы пару фрагментов из той поездки самых ярких. Самых ярких? Ну вкратце, для тех, кто не знает. В 2017 году мы с ребятами из «Арпространство Портал» в количестве 8 человек поехали в Турцию к турецким осетинам. На велосипедах? Да. Мы выдвинулись вот с портала, прямо с проспекта мира. Цель была какая? Изначально так формировалось, что мы вот себе сидели. И вот каждый в своей бытовухе в чем-то запарился. И я лично, у меня был такой момент. Я хотел куда-нибудь уехать, просто сменить. Балс совершить? Да, балс нужен был. Вот требовала моя вот эта осетинская балса, которой я не был давно. И у него примерно так же. Потом как-то вселенная начала так разворачивать события, соединять нас всех. И появился турецкий осетин Халюк Цориев. Вот он, насколько я знаю эту историю, он с ребятами пообщался. И вот узналось, что в Турции, в одном из сел, которое называется Пойразлы, где живут преимущества андигорцы, есть еще рядом Бойалык. Там живут иронцы. Они все общаются. Но вот Дегорское, поскольку такое побольше, помасштабнее, оно является более центровым. И на праздники, на мероприятия все съезжаются туда. Со всей Турции, не только. Узналось, что в селении Пойразлы местные жители посадили деревья, рощу в количестве погибших в Беслане и решили так увековечить. И как-то у ребят родилась идея поехать туда и сделать монумент. Тимбулат Гукаев, он составил всю эту схему, как это должно быть, проект памятника. И эта поездка обрела еще больший смысл не просто куда-то что-то, а конкретно куда-то, конкретно кому-то и для чего-то. Я знал до этого, что там живут осетины, но я всего лишь просто знал о их существовании. И когда мы выехали туда, ну вот, месяц мы ехали, останавливались где-то по три дня немного. Ну, в общем, доехали. И каково было мое удивление, когда ты приезжаешь в чужую страну, я там в Турции никогда не был. Просто в середине Турции живет твой народ, который внешне, как и ты, разговаривает лучше, чем ты. Наверное, в родном языке. Это сначала в Бойлыке, в Веронском было селе, когда я понял, что вау. Потом до Пойразлы доехали. И нас нам так встретили, что я, наверное, мне не хватит жизни и ресурсов, чтобы отвлотить тем же. Поэтому им большая благодарность. Я туда приехал, практически не знаю, понимая язык, что иронский, что дегорский, но я не говорил. Там вариантов не было. В итоге мы жили полтора месяца, я жил в дегорской семье, Мустафа от Зансохти. Я жил в его семье, ребята в другой четвером. Каждый день ты с ними ешь хлеб, с одной тарелки ешь, общаешься, что-то делаешь, помогаешь им по хозяйству. Как будто в Чикалу попал. Серьезно. А вроде бы за две тысячи километров ты вообще одумал. Вот. И это все на меня по чуть-чуть влияло, когда... Ну, меня еще подкалывали из-за того, что я был единственный дегорец из всех. Оказалось, комнатный. Я им нормально говорил, они меня подкалывали. В итоге... Ну, как мягко, как это они умеют. Я заговорил. Я заговорил на дегорском. Я заговорил на иронском. И это... Полтора месяца, да? Да. Ты когда живешь в среде... Хотите выучить осетинский язык, езжайте в Турцию в осетинское село. Сто процентов. И как минимум, как минимум вы выучите язык. И очень им будет приятно. Потому что турецкие осетины следят за всем, что происходит здесь. Они все знают. А наши, когда приезжают в Турцию, максимум на пляже Кости погребят. Заедьте. Заезжайте. Они всегда очень рады. Это все наши. Они ментально своей головой и душой погружены в осетинское в это. Так что... Ну, вот был такой момент, что я там заговорил. Интерес к Дегорскому у меня там появился. И я потом, после этого, после поездки, начал как раз экспериментировать с творчеством Георгия Малити. В общем, они меня натолкнули на... А, еще был момент. Я знал только Кима Суанова песню. Еще пару каких-то. И я, находясь там, в Дегорской движухе, начал исполнять. И они типа похлопали. Круто. А Дегорские будут песни? Рубля их не было. И я думаю, так надо исправлять следующие поездки. Как-то так. Я хочу отметить, что... Вы же сделали этот монумент погибшим детям в Беслане. Каждый год к этому монументу в Анкаре есть русский дом. Ну, это при дипмиссии России есть русский дом. Вот руководство этого русского дома... Они тоже хотели как-то... Когда эти траурные дни бывают... Ну, они... То есть, для них появилось место, куда ехать. Они едут в Пойразлы. И возлагают цветы к этому монументу. То есть, ваш монумент, он... В Турции даже как-то дал возможность людям... В каком-то смысле проявить свое участие вот в соболезнованиях остинскому народу. И представители русского дома каждый раз едут туда, возлагают веньки. Всегда говорят, что в Пойразлы их прекрасно встречают. Это приятно бывает туда ездить. Будто бы в другой... Ну, Турция, Турция. И тут раз попал в другой мир. Раз залетел на наш Кавказ. Так и было. Это приятно, конечно. Я, честно говоря, вот мы это все сделали. Я к самому монументу имел небольшое отношение. Потому что, в основном, ребята сами все варили там. Все это делали. Я так помог немного. За что я им благодарен, что они... Ну, и сама идея крутая была. Концепция всего этого. И я, наверное, до конца не осознавал, как нам так и... Там нам и сказали, ребята, вы сами не понимаете, что вы сделали. Для нас, по крайней мере, вы не понимаете еще. Я думаю, что мы сделали. Мы просто приехали. Вот. Сделали. Во-первых, эта поездка стала некой... Мы для них стали объединяющим фактором. То есть, представь, они там каждый в своих делах. Бытовуха, разъехались по городам. У них та же проблема. Вот там глобализация. В Стамбул все уезжают. Стамбул, Ангарада. Разъехались. А тут такое событие. К нам едут пацаны с Владика на великах. На великах по той же дороге, по которой наши предки когда-то передвигались. И с благородной целью надо подержать. Они начали там все друг другу звонить. Я еще удивился. Там адыгам звонят. Эти еще кому-то звонят. Ну, в общем, все кавказцы там знали уже, что мы едем. И каждый хотел сделать свой ардал. А, вы же, по-моему, через черкесские села тоже проезжали. Проезжали. На, в черкесские села мы именно заезжали после того, как приехали. Да. А так мы проезжали вот так вдоль побережья, по автобану мы ехали. И там бывали некоторые, ну вот, землячество какое-нибудь черкесское. Заезжаем мы там, черкессы, абхазы. И они нас встречают. И ребята даже им там что-то рисовали, оставляли. Я помню, я же фотографии смотрел. Причем они там не воспринимают, как там, это осетины. Они воспринимают, что наши приехали. Да, да, да. Они там все, все кавказцы, как наши. У них нет проблем вот этих там, наверное, которые после появились здесь. Я тебе сейчас вот и зрителям расскажу две истории. Одну, по-моему, ты им поможешь мне дополнить. Первая история, я как-то отдыхал в Турции, тоже кости грел. Вот абсолютно такой отдых. Я помню, что ко мне подходит вот парень, который работает в отеле, и такой спрашивает, черкесс? Ну, черкесс? Я говорю, да. Ты знал, что так надо? Да, да, да. Все кавказцы, но в Турции этот черкесс. И он такой, ну, типа, кто? Ну, я понял, что он уже, я говорю, осетлар. Он такой, ингуш. И знаешь, что? Обнял меня. Радовался, как ребенок. И я вдруг понимаю, что для этого ингуша… Не было 92-го. Да, он не знает про эти события. Он не знает про то, что мы тут, там, не знаю, испытываем друг другу какую-то колоссальную ненависть, что у нас была война. Он увидел брата кавказца, искренне обрадовался. И вот пока мы отдыхали там, ну, человек вот все, что мог, вот гдавай сделать от себя. Хотя это простой вот работяга парень был. Он делал. Максимально такой приятный парень был. И вторая история. Я помню, когда с турецкими осетинами, вот, по-моему, ты… Вообще, приехали сначала в Нальчик, приехали ребята из Стамбула. Там адыги, осетины. И там был один парень, ненгуш. Такой, рыжая борода, лысый был. Вот я помню с ним историю. Потом он приехал сюда, в портале был. Я вот мельком их застал. И мне потом рассказывали, сам свидетелем не являясь, мне рассказывали, что он очень разочарованный уехал. Сказал, что больше не хочет приезжать. Потому что после того, как он в Инстаграм там выкладывал, или в Фейсбук тогда, в Фейсбук выкладывал, как он в Нальчике во Владикавказе тусит, а потом он ехал в Ингушетию. Естественно, ингуша многим не понравилось, как он отдыхал во Владикавказе. А он такой, ну, такой очень компанейский парень. И ему за это замечание сделали. И он сказал, что вы, говорит, вот я, говорит, приехал к себе на родину. И причем для него нет родины Ингушетия, родина Осетия или Кабардино-Балкания. Для него Кавказ родина. И тут вот он напоролся на наши взаимные друг к другу какие-то претензии. И он говорит, я, говорит, ехал на Кавказ к своим братьям, а вы, говорит, там по квартирам заперлись и тихо друг друга не любите. Ну, про тихо я бы промолчал. И, говорит, я, говорит, не хочу этого видеть. Я, говорит, лучше вот среди черкесов Турции буду вот чувствовать это братство, нежели вот там. Я говорю, ну, слушай, вы бы ему хотя бы сказали, ну, столкнулся он с таким, но при этом сколько и приятного он видел. Ну, вот парня это сильно задело. Вот, то есть он не ожидал такого соприкосновения. Есть в чем с них пример брать? Конечно есть, конечно есть. Возможно, возможно, если бы мы все были вдали от дома, то ситуация могла бы быть другой. В Москве так и происходило. Да. Москва показательная для меня. У меня там тоже было очень много ребят разных национальностей, в основном с Кавказа. И мы какой-то… Ну, там еще факторы были, почему мы как-то ближе были. Ну, у меня тоже так сложилось, что в Москве большинство моих друзей это были ребята с Кавказа. Причем много русских ребят с Кавказа. Ну, понимаешь, ты узнаешь, что у тебя в соседней группе парень, русский парень с Нальчика. Ну, естественно, ты Уоу с Нальчика там, может ты с ним ментально общаться начинаешь. Это же… Поэтому, наверное, наши предки говорили, что надо бал совершить. Да, да, да. Соскучиться по дому и осознавать его ценность, наверное, того, где ты обитаешь, с кем ты живешь, повидать мир. Так что эта поездка сильно на меня повлияла очень. Язык, мое самосознание, тяга к корням проснулась в куда больших масштабах. И когда я приехал, я понял, что я хочу сделать некий вклад в свою культуру, сколько я могу. Я так считаю, смотрю на это с духовной точки зрения. Мне дан талант, который я своим трудом, своей силой и волей развиваю. И не без помощи людей, которые меня окружают. Мне… Хуцао… Под… 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 Нет в нем необходимости, чтобы он был просто. Вот он. Вот он есть и все. Его надо использовать для каких-то целей, желательно для благих. Я так считаю. Если я могу… Во-первых, я хочу. Во-вторых, я могу. Я делаю. Вот насколько у меня есть возможность. И я считаю, что это важное дело. Учитывая… Ну, не хочу сейчас этот… Как-то… В негативе и в истерике рассказывать положение нашего народа сейчас, языка. Но… Есть некие проблемы. Я уверен, что они решаемые. И нам нужно обратиться к культуре, к корням. И решать эти проблемы при помощи творческих людей, творческой интеллигенции. И людей культуры. И технологий современных. Просто это все нужно скомпоновать. Скомпоноваться самим. Я вижу, как по чуть-чуть есть объединение вот этих людей. Как раз вот порталовская прослойка была в моей жизни первая, которую я увидел. Ну и оттуда как сетевая структура пошли все. Да. Туда как бы… Это стало местом. Самое главное, что было в портале, это была площадка, где встречаются все эти творческие люди. И вот там было много знакомств, которые вот друг с другом уже какие-то дела делали. По жизни вместе двигались. И все они были практически связаны с… Так или иначе с творчеством и с культурой. Про популяризацию языка я тебе просто пример из моей жизни. У меня есть старшая двоюродная сестра. Ну я совсем маленький был. Она уже школьницей была. Когда в 95-е годы она невероятно любила Майкла Джексона. Вот из своей любви к Майкла Джексона все началось с того, что она выписывала в тетрадку его песни. Естественно потом хотела узнать, о чем смысл этих песен. Она к окончанию школы выучила английский язык просто на очень хорошем уровне. По песням. По песням, да. То есть для нее это стало мотивацией. То есть там не то, что родители давай мы тебе дадим преподавать или давай… Нет, это для нее стало серьезным мотивом. И вот сейчас появление контента на остинском языке. Вот у меня есть родственник в Москве. И он… Ну он скивальский парень. Хорошо владеет остинским языком. И к нему стали обращаться люди с просьбой преподавать им остинский язык. Я говорю, ну наши остины? Нет, говорит. Я не знаю почему. Много русских ребят я им сейчас остинский преподаю. Вот для меня это удивительно. Но я опять же понимаю, а почему? Ну где-то вот услышали песню, где-то что-то, где-то поехали в Осетию. И вдруг это их так задернуло, что… Зацепило, да. Музыка из всего, что можно перечислить, полагаю, что бы это ни было. Музыка и кино. Самое мощное оружие массового поражения, которое прямиком попадает в тое подсознание и способно заложить в него те смыслы, которые были заложены в песни. Вот. Об этом мало кто как-то говорит или задумывается. Если ты более-менее осознающий себя человек, ты понимаешь, что мне вредит, что это как с едой там или еще с чем-то. С музыкой то же самое. Только это поопаснее в том плане, что песня состоит из формы и содержания. То есть форма – это музыка, содержание – это текст. Что решил сделать я, когда я пришел к этому? Я вдохновлялся основную часть своего творческого пути англоязычной музыкой. В основном британской. Американской тоже, но больше британской. У них как-то постильнее. Я сам брит-поп люблю сильно, поэтому… Да, и вот это было музыка… Вот где-то с конца 60-х до середины 70-х англоязычный рок и другие направления, в основном, которые пришли с Америки. Блюз, джаз, черная музыка. Вот этим я вдохновлялся. И сейчас очень люблю. И я решил, что сделать. Во многих американских или английских песнях содержание в музыке, оно… Оно как будто не подходит нам, так мягко говоря. Там есть такие смыслы в их текстах, которые к нашему менталитету не подходят. Ну, разница менталитетов. Да. Но форма классная. А у нас музыку любят, в основном. Песни любят за форму, музыку. Слова, если ты не знаешь текста, допустим, ты слушаешь испанскую музыку, песню английскую. Ты, скорее всего, если там не увлечённо переводы читаешь, как я это всегда делал, ты просто кайфуешь с вайба вот этого, с музыки. Большинство так и слушают. Там может такую дичь тебе закинуть в твою голову. Чаще всего так и происходит. Да, особенно современная музыка. Ну, это отдельный большой разговор, почему так происходит. Не просто так, я считаю. Поэтому моя задача в новую форму, которая популярна, современная, заложить наше содержание, которое более близко нам нашей ментальности, образы какие-то. И вот тогда процесс пойдёт, я уверен. И начинать нужно с малого, с колыбельных, с детей. О, вот колыбельные на Титидеевой в своё время сыграли в большую. Да. Очень много детей уже выросло, наверное, этих колыбельных. У меня сейчас есть тоже проект. Вы колыбельную тоже спели, по-моему, одну. Или колыбельная это была, или какая-то… Нет, колыбельная ещё не первая. Нет, это не колыбельная была. Какая-то такая… Ну, по-моему, это… У вас такой клип мультяшный был. А, ну, она такая могла бы быть колыбельная. Ну, такая, да. Мультяшный клип. Как раз после него я вот ребятам предложил начать делать колыбельные. Они согласились, но я пока не дошёл, ну, нет у меня возможности сейчас. Очень много идей и планов, и видение, как это должно быть, есть. Просто там не хватает каких-то моментов, ресурсов не хватает, скажем так. Кстати, недавно видел фрагмент в соцсети Марии Кадалаевой, где она тоже колыбельную исполняет. Сарфой? Да, просто… Да, я считаю… Вот она, Мария, Нати, Диана. У которой уши уже горят. Да, Диана, Алан Кахадикова. У меня большая-большая надежда на наших девушек, что они своими голосами, через свои голоса привлекут, как-то зайдут в глубину какую-то, в которую я не смогу зайти, достучаться где-то в это подсознание, вот эти образы всей мысли туда вложить. Особенно это касается как раз вот колыбельных детей. Дети – чистый лист. И вот этот фундамент ты им заложишь, я думаю, это сыграет очень важную роль потом. Потому что нам сложно конкурировать, назовем это, да, контентом, с тем, что на нас выливается. Невозможно конкурировать практически с этим. А надо как-то, потому что если не ты воспитываешь своих детей, то их делать кто-то. Кто-то другой, да. Тут еще понимаешь, что на нас, взрослых людей, эти песни повлияли. Ты же через музыку можешь отрефлексировать какие-то события в своей жизни или в сюжете этой музыки. Например, вот там в Нартиаде, когда Сардон сыграл на арфе, сделанной из жил и костей его детей, да, нарты заплакали. И тут вот нарты заплакали. Казалось бы, нарты заплакали. Да. Почему нарты заплакали? Простое ощущение, что нарты заплакали, потому что им, вот он поделился своей горечью, да, там, с ними. И они осознали степень ужаса, который произошел с Сардоном, да. Но это такой поверхностный смысл. А на самом деле глубже, ну, вот такая моя версия, да, что через музыку Сардон заставил всех нартов осознать, ну, тот жестокий мир, в котором они живут. Они же были частью этого жестокого мира, там, вырезание семей, убийство детей и братьев, да. То есть отрефлексировать все страшные события, которые с ними происходили. И, возможно, они осознали, что вот, ну, Сардоном в каком-то смысле же предтеча был окончание мира нартов, да. Вот они осознали, что конец будет какой-то очень страшный. Ну, так и произошло. Мне кажется, что тут нельзя просто, что он сыграл и они просто заплакали. Я думаю, что они отрефлексировали свое бытие, он заставил их. И точно так же, как нас заставляют там песни. Удивительно, вот я, например, человек, который всю свою сознательную жизнь больше думает на русском языке. На Остинском говорил чуть-чуть в детстве, потом в Москве стал на Остинском говорить, осознавать. И тут на тебя именно почутая Остинская музыка, она на тебя влияет гораздо сильнее. И это связываю только с тем, что в детстве-то я слышал больше Остинскую речь. Вот именно когда я маленьким ребенком был, да, и до тебя она по-другому доносится просто. Ну и кровь не вода. Сто процентов. Кровь не вода. Влад, я бы хотел такой банальный вопрос, но все-таки, я думаю, зрителям и слушателям будет интересно услышать планы. Ближайшие творческие планы. Что планируешь делать? К чему готовятся люди? К чему готовятся люди? Планы меняются очень стремительно. Как и в нашей стране, да? Да, как и жизнь в нашем мире. Вот буквально мы виделись пару дней назад, я тебе тоже говорил. Я радуюсь тому, что я пока еще не закостенелый мужик, который может очень быстро состариться и уйти куда-нибудь за пределы истории. Не хотелось бы. Я к чему? Планы ближайшие. Переформатировать свое мышление. Как-то себя на новые рельсы поставить. Относительно творчества. Относительно того, как его доносить. Для людей в какой форме. При помощи каких инструментов. Очень важно. Потому что время идет. Результат. Я не сказал бы, что... Ну, у меня же все-таки свои планы были и восемь лет назад. Я знал, к чему я иду. Что я делаю. Но что-то делал, наверное, не так. И двигалось медленно. А, этот... К слову, один из дегорцев, который из Турции, Ахмед Заккоте. Это очень-очень любимый мною человек. Очень мудрый. И мы как-то созвонились. Спрашивали, как друг у друга дела. Я ему сказал... Ну, на русском скажу. Да, так, потихоньку. Медленно, но верно двигаюсь. И он... Это как? Если ты будешь медленно двигаться, когда ты дойдешь? Он меня просто заставил задуматься. Я говорю, нет. Ты прав. Пойду-ка я семимильными шагами двигаться. Чуть-чуть буду менять. Я же говорю, это на меня повлияло. Я начал быстрее что-то делать. Как-то стараться. В общем, увеличить КПД. Вот моя цель сейчас. Если глобальнее взять, я все так же хочу масштабировать свою музыку. Показать, как это может быть. Заложить некий фундамент. Кто-то, я уверен, этим вдохновится и дальше понесет. Сейчас у тебя опять поиски формы. Да? Да, да, да. Потому что ты давал концерты, потом исчез опять какой-то момент. Да, да. Кризисные времена в моем творчестве. Ну и личностные какие-то. И раздумываешь о моем как, что, куда, как это лучше сделать. Цели остаются те же, в принципе. Вот вы видите на концертах радостного Влада, да? А вы не забывайте, что за этими бывают потом месяцы рефлексий, размышлений, поиска. Что значит месяцы? Полчаса назад я к тебе ехал. В каком состоянии? Да, и... Ну, в общем, планы большие на самом деле. И я считаю, если не мыслить глобально, то лучше вообще не мыслить. Ну, вот в моем случае. Я хочу, чтобы осетинская музыка во всех ее проявлениях, жанрах, диалектах и говорах звучала как в Осетии, так и за пределами. А за пределами я имею в виду не только Россию, весь мир. Почему люди слушают песню на французском из России и кайфуют? Это то есть Гегорский или Иронский может для них быть иностранным таким же. Но так и есть. Я заходил в топ-100 iTunes, ужаснулся. Но это было год или два назад. Мне было что интересно. Там были три песни на казахском языке. Топ-100 России. Это прецедент. Значит, это конкурентоспособно. Язык может звучать. Уже и Панджаби МС, когда на панджабском пел, мало кто понимал, что он поет. Да, но это качало. Послушали все, как качало активно. Ancient Dub Foundation, они тоже много песен на азиатских языках исполнили, но слушали. Тем более сейчас такое время, по моим ощущениям, что некая экспансия английского языка произошла уже на весь мир. Как капитализм. Дальше двигаться некуда. И уже рождаются другие формы, более связанные с другими национальными языками и культурами. Сейчас идут поиски новых сюжетов, новых звуков. Очень много. Аутентика стала очень популярной. Этника стала популярной. Сейчас самое время делать то, о чем я сейчас говорю. Самое время. Народ просит уже. Изголодался. Понимает он, не понимает. Он неосознанно тянет к чему-то. Устали уже от мишуры вот этой. Знаешь, как времена во всем мире, это такие непростые конфликты, войны. Вдруг мы поняли, что мир, вот этот глобальный мир, он не такой глобальный. Он сегментируется очень быстро. А в такие годы люди не хотят праздности. Они хотят рефлексии, хотят... Потом коронавирусные годы. Это же тоже сильно по голове ударило. Когда ты остался один на один, вот эта вся мишура сошла, и ты тут один на один в квартире. Да. Вот она вот такая сейчас у тебя. Это же для многих стало таким испытанием. Многие себя узнали лучше. Мне как сказал один человек, ты знаешь, я узнал себя лучше, но я не хотел этого делать, и я не хочу этого делать. Я не хочу себя узнавать. Зачем мне, говорят, узнавать собственных монстров? Ну, то есть это тяготно довольно узнавать себя. Я считаю, это необходимость для твоего личностного роста, когда ты знаешь себя хорошо со всех сторон, все свои темные и светлые стороны. Люди не хотят. Люди хотят, чтобы они пошли к какому-то инфо-цыгану-коучу, и он им рассказал про их личностный род. Зачем им узнавать себя? Знаешь, твоё лицо может оказаться не таким приятным для тебя же самого, ты можешь оказаться уродливым. Это как Дориан Грей, который в своё время в портрет посмотрел. Это вообще история не про портрет, а про человека. К каждому своё, в общем. Ну, а музыка может помочь. Музыка спасает меня в моём подростковом возрасте. Музыка очень, так сказать, благотворной в Лянина мне оказывала. Я слушал, я погружался в какой-то контекст. Я через неё какие-то истории узнавал, про какие-то жизни читал, какие-то книги для себя открывал. Просто услышал в музыке эту историю. Я подростком очень любил Эминемо. Рэп все любили в детстве. И я для себя тогда очень много про Детройт прочитал, про то, как город умирает. Первый раз в жизни у меня был такой интерес тому, что такое смерть большого города. Я очень читал, потом какие-то там дневники, форумы. Форумы же тогда появились, как в Детройте происходило. Через музыку ты начал изучать историю города. Да, да. Получается так. Всё там, да, честно, связано. Я также, ну, интересовался, когда музыкой какой-то. У меня было, ну, моё любопытство какое-то детское. А кто? А как он, как он к этому пришёл? Где он учился? В каких условиях он жил? И начал изучать, и как-то… Мне самому где-то легче стало. Потому что был момент, когда я… Эго моё не давало мне спокойствия. Типа, мне уже 22, а я… Led Zeppelin уже, вон, на своём дирижабле летали собственном. Были рок-старами, а я вот в их тени и дирижабле умираю здесь. Солнца не видно и мёрзну. А мне всего лишь стоило шаг вправо сделать и выйти из тени, и осознать, что я… Я есть я, у меня другая жизнь. Я родился в своё время, когда должен был. При других обстоятельствах такая жизнь. У тебя свой язык, своя культура. Да, у меня вообще всё другое, но при этом что-то из них я могу подчеркнуть. Классно. Мне искренне доставляет удовольствие и заряжает меня ощущение того и осознание, что я могу творить историю. Вот здесь и сейчас, вот то, о чём мы говорим, касаемо музыки осетинской, некий вот апгрейд, как на русском сказать. Дорогие зрители, не нужны вам коучи, не нужны вам и поцыгане. Послушайте вот эту мотивационную речь Влада Хохой. Номер карты укажу. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы завершим подкаст. Ну, понятное дело, это не последний подкаст с Владом. Ещё будут. И не только подкасты, и квартирники, и всё остальное. Это был мой первый подкаст. Немного волновался, но потом... Да, мы же расслабили. Да, я вспомнил, куда я и к кому еду. И я думаю, нам есть ещё о чём поговорить, обсудим. Я уже сбросил себя, я думал, этот груст того, что я не хожу на подкасты, на интервью там. Ну, не на все. С тобой мне было интересно, я знаю и вижу, что ты делаешь. Я респектую тебя за твоё действие. Взаимно, брат, взаимно. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok